Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас понедельник, 16 ноября, и давайте с вами посмотрим на графики евро и фунта. Видим, что европейская валюта хоть по чуть-чуть, но начала укреплять свои позиции. Прежде всего, если в пятницу, в первой половине дня, это не позволило сделать, не позволили сделать данные по ВВП еврозоны, который по итогам третьего квартала оказался чуть хуже прогнозов экономистов, но в целом условия по рынку труда улучшились, и это сохранило бычь импульс, не позволив медведям забрать назад себе уровень 17,97. Ну, во второй половине дня у нас уже вышли отчеты по индексу потребительских настроений в США, который резко снизился. Это указывает на, в принципе, опасения, связанные с выборами, больше носит политический характер, но и также рост заражения коронавирусом сказывается на потребительских настроениях, и это определенно не в пользу американского доллара, и мы увидели, как евро, как британский фонд сумели частично укрепить свои позиции. Также у нас появились новости о том, что Дональд Трамп планирует запретить американцам и компаниям покупать китайские акции, связанные с военным сектором. Пекин уже выразил протест из-за этого, ну и в целом Трамп заявил, что США готовят очередной большой пакет мер в отношении Китая, так как те угрожают их национальной безопасности. Но торговая война продолжается, и я думаю, что пока Дональд Трамп будет на своем посту, он сделает максимально все, чтобы подпортить отношения с Китаем и не оставить ничего нормального своему новому преемнику Джо Байдену. Сегодня нас в целом не ожидает ничего интересного. В экономическом календаре выступают у нас представители и Европейского Центрального Банка. Выходит у нас только индекс потребительских цен по инфляции. Выступает у нас и президент ИЦБ Крестивна Гард. И второй половине дня выступают у нас представители как Банка Англии, так и Федеральная Резервная Система. Поэтому день будет достаточно спокойным. Вполне вероятно, что тенденция на укрепление европейской валюты сохранится и дальше. Поэтому, что касается технической точки зрения, то есть уровень сопротивления 1860. 1868, давайте даже построим мы его на 1868. Есть также у нас сопротивление 1915. И уже от этих уровней будем мы плясать. Можно у нас подкинуть такую промежуточную поддержку, как 1835. То есть даже поставим на 1832. И от нее уже будем отталкиваться дальше при принятии решения. Поэтому формирование ложного пробоя на 1868. Сигнал на продажу евро. Вполне вероятно, что он может скорректироваться назад к 1832. Но основной задачей медведей, конечно, будет закрепление ниже этого уровня. Видим, что средний скользящий подтягивается. Поэтому прорыв ниже 1832 приведет к более крупной распродаже евро на 1797. Здесь покупки сразу на отскок. Если в первой половине дня мы не дотянем до 1868, а пойдем сразу вниз на 1832, то только здесь формирование ложного пробоя. Попытка закрепиться ниже неудачно. Возвратный этот уровень будет сигнал к покупкам евро. Ну и основной задачей, как я уже отмечал, станет закрепление выше 1868. И в таком случае открывается прямая дорога на 1915. Здесь сегодня продажи сразу на отскок. Ну, закрепление выше 1868. Это прямой сигнал к покупкам. Что касается у нас британского фунта, то здесь мы видим также, попытались медведи на прошлой неделе в прошлую пятницу сформировать ложный пробой. Вроде бы закрепились ниже 3172. Был хороший сигнал на продажу. Но более существенное движение вниз это не привело. Слабые данные по США все-таки сохранили покупательский интерес. И теперь мы видим, фунт постепенно подтягивается на азиатской сессии к 3248 уровню. И дальше уже все будет зависеть от него. Формирование здесь ложного пробоя, неудачное закрепление этой продажи. И вполне вероятно, сходим мы назад уже к уровню 3172. Здесь можно смотреть покупки на ложном пробое. Либо покупки на отскок от уровня 3106. Если мы закрепляемся выше 3248, никакой активности со стороны медведей нет. То в таком случае покупки и возврат на 3310. Здесь продажи сразу на отскок. Всем удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!